Денис, вы впервые на Ямале. Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями и ощущениями от нашего северного края. Мне очень понравилось ваше гостеприимство, такой вайб небольшого, но уютного городка, где каждый знает каждого и по-теплому так по-дружески относится. Мы когда садились на самолете, вынырли из облаков, и я увидел пейзажи, снежные леса, куча озер, очень-очень красиво и прям приятно, что мы вылетели из Петербурга. Это была еще такая осень, дождь, там плюс 5, плюс 6, по ночам даже до плюс 10 днем, и мы прилетаем минус 10, снег, зима, зима настоящая. Денис, вы участник проекта «Ямальские встречи». Приглашать известных деятелей культуры, искусства, музыки, кино в небольшие ямальские города предложила одна из жительниц округа на встрече с губернатором в этом году. Как вы считаете, почему у людей возникла такая потребность? Вообще это очень здоровский проект, и мне тоже было удивительно, почему никто такие штуки не проводит встречи, потому что нетворк – это очень важная вещь. Когда я только начинал свой путь в бизнесе, в стартапах, у меня не было знакомств, контактов, людей, у которых можно что-то спросить, узнать, вдохновиться. Я тоже ходил на онлайн-встречи с предпринимателями, с разработчиками, и там можно было задать вопрос, пообщаться, подойти после, сказать, у меня есть такая идея, и человек мог тебе помочь, с кем-то свести, познакомить. Это не работает, если ты смотришь видео. Когда ты вживую, у тебя есть возможность получить какой-то нетворк, влиться в эту тусовку какой-то разработки, что-то создать, что-то сделать. И очень важно нам как можно чаще такие вещи проводить, когда какого-то человека можно поймать вживую и что-то ему предложить, рассказать. Потому что даже по себе знаю, когда мне пишут онлайн, я стараюсь максимально всем помочь, что-то рассказать, объяснить. Но не всегда бывает время, когда очень много запар, и постоянно все сдвигается, и бывает так, что человек тоже забывает, у него теряется желание этим заниматься чем-то, и просто контакт теряется. Я периодически стараюсь перелистывать ленту переписок, и если какой-то такой случай произошел, то напомнить, когда появляется время. Денис, вы создатель умной электрогитары для людей с ограниченными возможностями. Расскажите немножко о ней. Это проект Noly Music. Мы создаем умную смарт-гитару для людей с ограниченными возможностями и начинающих музыкантов. Это вторая наша аудитория. В первую очередь мы закрываем потребность людей с ОВЗ, потому что наша гитара, она легкая, у нее мягкие струны, их не надо зажимать, достаточно просто коснуться. И также есть режим игры для людей с особенностями физическими, допустим. Если человек не может двумя руками играть, только одной гитара будет сама за тебя либо зажимать струны, либо бить по ним, в зависимости от режима. Либо чтобы аккорды зажимались вообще одним пальцем, а не вот этими сложными штуками. Даже мне порой тяжело это представить, очень хорошая моторика нужна. А вторая часть проекта – это как раз приложение, где люди могут заниматься преподавателями, проходить интерактивные курсы или просто общаться в комьюнити с другими музыкантами, кто же учится. Это как раз для второй аудитории, для начинающих музыкантов. Компания Fender провела однажды исследование, выяснилось, что 92% людей, которые когда-либо пробовали играть на гитаре, просто ее бросили, потому что было сложно. Они не смогли зажимать струны, натерли мозоль и подумали, что это оно им не надо. И все гитаристы мира, которых вы знаете, это всего лишь 8%. И, возможно, мы действительно пропустили очень много легендарных музыкантов, которые бы могли изменить и наши жизни. И вот наш проект должен увеличить число тех, кто не бросил гитару. Что для вас музыка? Музыка – это какой-то ритм жизни. Я всегда, когда чем-то занимаюсь, всегда в наушниках играет какая-то музыка. Я очень люблю рок-музыку. Сейчас еще слушаю что-то такое джазовое больше. Где инструменты, они звучат красиво и делают тебя лучшим. Я считаю, что музыка, я очень много тоже споров проводил, со знакомыми, что современная некоторая музыка, как у масс-культуры распространяется, она пустая, она человека засоряет. Все беспокоятся о том, что они едят, никто не беспокоится о том, что он слушает. А мозг – это тоже очень важный орган, как и желудок. А когда ты слушаешь мусорный пустой контент, который тебе не несет ничего полезного, не заставляет задуматься, не делает лучше, ты просто занимаешь свободное место в голове, которое ограничено, вместо того, чтобы занимать его тем, что сделает тебя лучше. А потом ты сделаешь других людей лучше. И наш проект, он тоже повышает образованность музыкальную. Сама гитара, она должна поднять процент людей. И делает создание качественной музыки проще. Потому что современная музыка, которая пустая, она делается очень легко и порой не задумываясь. Мы хотим сделать, чтобы хорошая музыка делалась тоже легко. Вы задались идеей создать электрогитару, потому что… расскажите. Да, потому что я сам очень люблю музыку и особенно струнные инструменты. Но из-за мышечной дистрофии я не могу физически играть на гитаре. У меня быстро устают руки и не хватает силы зажимать аккорды. И момент какой-то я понял, что в мире еще миллионы-миллионы людей, а как выяснил потом исследуя рынок, это 650 миллионов человек… Да, во всем мире. Имеют проблемы физические, и они не могут играть на музыкальных инструментах. То есть в мире где-то 1 четвертая населения Земли имеет какие-то физические особенности. А 650 миллионов человек – это люди, имеющие проблемы с руками, с моторикой. И эти люди потенциально ограничены от музыкальных инструментов. Я считаю, что это неправильно. Потому что многие известные музыканты, которых я слушаю, это Курт Кобейн, Джим Моррисон, все они изливали какие-то свои душевные переживания, сублимировали их творчество и стали ориентирами целых поколений. И если дать людям с ограниченными возможностями такие способности, чтобы они могли свои какие-то переживания сублимировать музыку, то появятся новые Курты Кобейна. Вы считаете себя человеком с ограниченными возможностями? Это очень распространенный термин. Если как бы технически это описывать, то это одно. А я считаю, что все ограничения только у человека в голове. И в наше время можно добиться всего чего угодно с помощью интернета, с помощью общения и развития софт-скиллов. Если нет возможности заниматься какими-то хард-скилами, то софт-скиллы, они очень полезны. Это общение, это организация чего-то, менеджмент. Полно возможностей сейчас даже, вот как многие переживают, поступить в какой-то вуз, хороший, плохой. Сейчас это не играет никакой роли. В интернете на всех языках куча доступной, открытой информации. Есть переводчики, которые переводят любую информацию с других языков. И при желании что-то сделать, изменить, можно добиться чего угодно. Другое дело, вопрос мотивации. Очень мало мотивации у людей заниматься саморазвитием, потому что проще утонуть в какой-то печали, уйти куда-то, отмлечься. Страдать мы любим. Да, страдать, красиво страдать. Все любят. Но один из моих... Следующий мой проект, которым я сейчас занимаюсь, помимо гитары, это создание метавселенной игры. Она должна с помощью геймификации мотивировать людей на саморазвитие, на улучшение, на творчество какое-то. Интересная мысль, но вы не думаете, что сподвигать людей на такие мысли, это бессмысленно, пока человек сам не дойдет до этого? Иногда люди не знают, чего они хотят, им надо предложить, показать и показать, что будет, если. Многие люди не знают и не хотят пробовать. Это такой барьер у многих в голове, и у меня он наверняка где-то есть, и у вас, и у всех, кто в этом зале присутствует. Важно человеку показать, смотри, вот будешь этим заниматься, будет вот так. И окунуть человека немного в это, показать. В свое время, когда мне было лет 17, для меня это сделала одна моя знакомая, Даша Тинбуш. Я ехал в Москву на свой первый концерт группы KISS, и она сделала так, что организовала встречу с самими музыкантами, с группой. Потому что она сама работает продюсером в Голливуде, у нее очень много знакомых было, и в том числе те, кто продюсирует саму группу. И она это сделала как-то сюрпризом. И для меня это было серьезное вдохновение, когда я рассчитывал вообще просто послушать концерт моей любимой группы, одной из любимых. А получилось, что я встретился с музыкантами, смог с ними поговорить, сделать фото. И тогда я тоже зарядился и понял, что надо становиться таким человеком, который сможет делать такие штуки крутые для других. И вот, надо окунуть человека, показать, что может быть. Сейчас у вас большая команда, вы работаете с многими людьми, я так понимаю, и удаленно тоже. Но идея создания умной электрогитары, идея игры, я так понимаю, принадлежит вам. Вот насколько было тяжело изначально это все довести до ума человеку в инвалидном кресле? Вот расскажите, пожалуйста, вас позиционируют как человека, который ничего не может, вот смотрит на другие люди. Ну что он может? Вот насколько вам было сложно? На самом деле в моем окружении нету таких людей, которые так думают. Наоборот, я вдохновляю других людей, у которых нет каких-то физических ограничений. Я не чувствую за собой какие-то трудности и сложности. У меня есть много прекрасных людей. И моя девушка Арина, которая всегда мне помогает, рядом со мной и поддерживает меня. И вообще в самом Петербурге тоже много друзей и родственники, которые помогают. Все ограничения, они опять же в голове. Если ты не можешь что-то физически сделать, можно всегда как-то попросить кого-то помочь тебе, найти человека-единомышленника, который тебе поможет. И это просто еще одно взвено в цепочке действий, не более. Денис, еще 4 года назад ваша жизнь была другой. Вы жили в Курске и, наверное, не думали, или, может быть, думали, но не решались сделать то, что сейчас есть. Вот расскажите, какие главные изменения в себе вы чувствуете сейчас, которые произошли за это время? Это больше уверенность, наверное, в себе, потому что, когда живешь с родителями, это всегда тяжело. Ты не можешь полностью самореализовываться, у тебя существуют определенные ограничения. И любые ограничения, которые есть у человека там, что-то нельзя делать, что-то говорить, что-то смотреть и так далее, оно все равно душит саму вот эту суть, которая толкает тебя развиваться. Когда у тебя нет каких-то ограничений, ты сам себе их как бы морально выставляешь, это уже другое дело. В Курске я не выходил на улицу, общался только онлайн и, в принципе, только задумывался, чтобы что-то делать. Но мне не хватало тогда очень сильно уверенности, которая есть сейчас. И, может, если кто-то будет смотреть из родителей, в наше интервью очень тоже важно, что не надо ограничивать там ребенка в чем-либо, как-то всегда надо поддерживать любые начинания. Если это, на ваш взгляд, кажется неправильно, то это не значит, что это не так. Любые вещи, любые начинания надо поддерживать. Если не получится, то окей, попробуем что-то еще. Если это что-то неправильное, то надо бы дать человеку возможность этим заниматься. Если будут какие-то проблемы, помочь с ними справиться. В этом, мне кажется, суть должна быть родителей, которые хотят что-то дать своему ребенку, какое-то развитие. Свобода мышления, она творит чудеса. Денис, дайте, пожалуйста, совет молодым людям, которые сейчас, в данную минуту, думают над своим стартапом или ищут инвесторов, или хотят сделать мир чуточку добрее. Всегда надо пробовать. Любые идеи надо пробовать, изучать, исследовать, искать людей, кто таким же пытается заниматься. Потому что если ты попробуешь, то у тебя либо получится, либо нет. А если ты не попробуешь, то у тебя не получится. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok